Шведская компания передаст Украине около ста терминалов спутникового интернета. Шведская компания Саткап направляет в Украину свои терминалы спутникового интернета, которые могут использоваться на деоккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление основателя и генерального директора Саткап Якоба Калмера в интервью изданию Дагена Снайхетер. Как сообщается, украинская сторона обратила внимание на Саткап после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование шведской компании для работы в Украине. Саткап использует спутниковую сеть американской компании IntelSat, разместившей заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон – 5,97 миллиона евро. Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их передаст, отмечается, что для компании это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году, на первом этапе Саткап планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Калмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета. В Саткап отмечают, что не знают, будет ли использоваться оборудование военными, но не отрицают, что «это может быть что угодно», от подключения к полевым госпиталам до поддержки связи в полевых условиях, портативный интернет-терминал Саткап весит около 8 килограммов и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала, однако, составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 тысяч километров спутниковый интернет в Украине. В настоящее время в Украине более 42 тысяч терминалов Starlink используются военными, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями. Во время российских бомбардировок в прошлом году, повлекших массовые отключения электроэнергии, государственные органы Украины обратились к Starlink, чтобы работа сети не прерывалась. В октябре 2022 года SpaceX попросила Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной спутниковой системы Starlink, по подсчетам SpaceX, расходы составили бы более 120 миллионов долларов. В конце июля министр обороны США Ллойд Остин одобрил соглашение ведомства о приобретении сотен новых терминалов и услуг Starlink. Такое соглашение дает Пентагону контроль над установкой, где работает сигнал на территории Украины и позволяет не опасаться его прерывания по желанию владельца компании SpaceX Илона Маска, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.